Всем привет! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на неделю с 17 по 23 июля. И сразу могу заявить, что эта неделя принципиально важна. Принципиально важна вообще для понимания того, что будет во второй половине года. Потому что на ней происходит несколько значимых событий. И все они закладывают ситуации, которые как минимум в течение всего следующего сезона затмений нас будут сопровождать. То есть до конца 2023 года. Поэтому, пожалуйста, внимательно посмотрите этот прогноз. Ну а прежде хочу попросить вас подписаться, если вы еще не подписаны на меня, где бы вы меня не смотрели. Смотрите меня на ютубе, подписывайтесь там. Смотрите на Дзене, обязательно сейчас подпишитесь на Дзене. Смотрите меня паблик ВКонтакте, подпишитесь туда. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там я даю инструкции по всем событиям, которые происходят на небе. Как они могут отразиться на нас и как это правильно использовать. Я выкладываю там целые посты про это, поэтому обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал «Астрология» с Ермолиной Татьяной. Ну а что касается этой недели, то она начинается с новолуния. Оно произойдет 17 июля в 25 градусе рака. Это не просто новолуния, это рубеж. Это некий барьер, переходный этап между двумя сезонами затмений. В течение одного года мы чаще всего проживаем два сезона затмений. Между ними всегда есть точка перехода. Так вот, как раз-таки эта новолуния 17 июля является точкой перехода. Заканчиваются затмения, которые работали в течение зимы, весны и части лета этого года. Начинается работа новых затмений. Затмения мы проживем в октябре 2023 года и лунное, и солнечное. Но уже сейчас, 17 июля, мы начнем на себе ощущать влияние солнечного затмения, которое будет в октябре этого года. Так что, если то затмение, которое только нам предстоит прожить, сильно резонирует с вашей картой и предполагает какие-то события, какие-то изменения в вашей жизни, то они могут уже о себе как-то заявить на этой неделе. Само по себе новолуния – это всегда время закладки какой-то ситуации, рост чего-то, только начало, старт чего-то. Если новолуния у нас происходит в знаке рака, то здесь явно сильнее ночное светило луна, чем солнце. И мы можем говорить о том, что вся неделя у нас очень эмоциональная. Она крайне насыщенная именно тем, как мы переживаем ситуацию, как мы её проживаем, какими эмоциями, чувствами и ощущениями мы её наполняем, любую ситуацию и в целом неделю. Поэтому я прошу быть вас крайне внимательным к тому, как вы переживаете и что чувствуете на этой неделе, потому что от ощущений и от правильного настроя, ну, пожалуй, на позитивные ощущения, конечно же, на правильный акцент на них, будет зависеть, собственно, старт всех тех ситуаций, которые по большому счёту будут с вами в течение всего полугодия. Посмотрите, какая важная задача перед нами ставится небесами в это время. Ну, кто бы об этом знал, если бы не астрология. Поэтому я очень её люблю за то уникальное знание, которое она даёт. И надеюсь, что вам тоже нравится и астрология, и мои прогнозы. Поставьте, пожалуйста, мне лайк, если вы со мной согласны. Что же касается следующих событий, то, знаете как, вот вся неделя просто испещрена ими. Вторник, 18 июля, это время перехода лунных узлов на новую ось. О лунных узлах я уже сделала целое видео, и вы его можете посмотреть в любой социальной сети, в которой вы меня сейчас смотрите. А также я делала закрытую встречу. И если вы её посетили, то наверняка вы уже много-много чего знаете о том, что предстоит нам за эти полтора года, пока лунные узлы будут ходить по оси Увин-Весы. Как раз 18 июля они переходят на эту ось с оси Телец-Скорпион. Собственно, задача с этого момента, с 18 июля и до начала 2025 года, это быть в сотрудничестве с другими, но найти, признать и реализовать в себе лидерские качества. Вот такая непростая задача для очень многих. И особенно она ярко зазвучит для тех, у кого с этим есть сложности, кто до сих пор в себе овновские качества, так сказать, не прокачал. Ну вот, дорогие мои зрители, как раз-таки полтора года на это нам даны. Я создала небольшой чек-лист, в котором сделала определённые пометки, что в эти полтора года важно знать, реализовать, какие кризисные точки мы проживём, на кого эти полтора года будут влиять сильнее, чем на всех остальных. Если вам интересно получить этот чек-лист, это абсолютно бесплатно, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании под этим видео, зарегистрируйтесь и сразу же его получите. Итак, что касается 18 июля, то вполне возможно в этот день мы ничего не почувствуем, но с него начинается ситуация, которая, собственно, с точки зрения астрологии, будет с нами в течение примерно месяца. Подсчитала я, с 18 июля примерно до 20 августа у нас эти узлы будут находиться в аспекте к планете Плутон, который сейчас в последних градусах Козерога. Аспект этот — квадраты. Дело в том, что у нас два узла, они стоят друг напротив друга, поэтому квадраты они дают оба на планету Плутон. И это очень непростая конфигурация, которая говорит о том, что вот именно в этот месяц может произойти очень сложные события, которые не связаны чётко с нами. Что Плутон, что узлы — это то, что над нами, над нашей волей, над нашими ресурсами, над нашими желаниями, над нашими эмоциями. Это внешние обстоятельства, большие масштабные факторы. Особенно об этом говорит Плутон. А лунные узлы часто говорят именно о том, что это некий урок, через который нам нужно пройти. То есть узлы сами по себе говорят о том, что это не обойти. Это обстоятельство вошло в жизнь и одно предначертано для нашего проживания. Вот эти обстоятельства, это предначертание за счёт каких-то масштабных изменений возможно, даже общемирового такого плана мы будем проживать примерно с 18 июля по 20 августа. Поэтому в целом ситуация в мире будет напряжённая. На какие-то определённые страны она больше повлияет, на какие-то меньше. Я не занимаюсь муданной астрологией, то есть астрологией больших мировых процессов, поэтому не рассматриваю, скажем так, на какие государства это больше всего повлияет. Но могу сказать, что очень сильно подкорректирует наши индивидуальные планы именно этот транзит лунных узлов на Плутон. И вот началом этого, собственно говоря, будет примерно вторая половина этой недели, а именно время с 20 по 23 июля, когда Солнце будет проходить последние градусы рака. И оно достроит четвёртую точку в этом треугольнике лунных узлов Плутон. Вот у нас три точки, и четвёртой будет Солнце. И вот у нас как будто бы включится вот этот какой-то большой, может быть, даже масштабный, может быть, в масштабах целого мира, а, возможно, какого-то определённого государства, процесс. И он сильно подкорректирует наши планы. Планы кого сильнее подкорректируют? Конечно, на этот вопрос нам тоже отвечает астрология, правда, индивидуальная, а не популярная, та, которую вы сейчас смотрите. Если у вас Солнце или какая-то значимая планета, Луна, Меркурий, Венера, Марс находятся в последних градусах козерога, рака, овна или весов, то у вас точно будет серьёзная коррекция планов в этот месяц, с 18 июля по 20 августа. И вы это достаточно быстро узнаете, потому что с 20 по 23 июля всё сразу станет понятным, в какую ситуацию вы попадёте. К сожалению, каких-то общих, таких универсальных советов здесь дать очень сложно. Могу точно сказать, что исходя из того, что здесь три точки, на которые мы точно не можем влиять, это про то, что мы должны с пониманием отнестись к тому, в какую ситуацию мы попадём. Точно себя ни в чём не обвинять, потому что мы мало на что здесь влияем. Но главное, что Солнце, которое достраивается четвёртой точкой во второй половине этой недели до этой конфигурации и создаёт так называемый большой кардинальный крест, говорит о том, что кардинальность сама говорит о том, что это пройдёт, что просто нужны резкие перемены. И вот именно в эти последние градусы прохождения Солнца по знаку рака с 20 по 23 июля от нас зависит, какие резкие перемены мы совершим. То есть если мы всё-таки рискнём и очень резко что-то поменяем, то, как ни странно, несмотря на то, что мы войдём в зону серьёзного кризиса в течение месяца, то есть примерно до 20 августа, потом всё встанет на свои места. Если же мы не рискнём, оставим всё как есть, просто будем наблюдать за событиями, то, пожалуй, мы можем войти в серьёзное кризисное пике до конца этого года. То есть, друзья мои, риск — дело благородное, но риск — это такое дело, которое явно настанет всегда на грань и выводит нас за зону комфорта. Выбирайте, что вам нравится. Хотя надо признать, что мы уже подходим к этому рубежу, поэтому всё скоро станет понятным, какой выбор мы сделаем. Но помимо этого, хочу сказать, что у нас очень неплохие четверг и пятница для реализации задуманных планов. Тут достаточно важно, что всё-таки нам сложно проявить свою волю, и придётся, это благодаря всей этой крупной ситуации, придётся наткнуться на какие-то запреты, скажем так, и у нас не будет возможности их обойти. Но, с другой стороны, интуиция — вот что нам может очень-очень помочь. Интуиция прекрасно будет работать в этот период. Пожалуйста, не надейтесь только на рацию. Мы все привыкли жить в ощущении, что критическое мышление нам всегда помогает. А нет, не всегда. И вот это как раз тот самый период, когда критическое мышление не будет помогать, но зато будет помогать яснознание. Вообще, планета Нептун, которая работает наряду с планетой Плутон, две высшие планеты работают сообща, и Солнце, собственно, эту работу на себя собирает в период с 20 по 22 июля. Это работа двух высших планет, но особенно Нептуна, говорит о том, что нам приходит знание, как правильно делать. Через что? Например, через сны. Например, через инсайт. Если мы просто подумаем о том, как нам правильно сделать в этот период, и оставим эту мысль, то всё равно эта мысль начинает искать ответы. Она подключает все возможности, все ресурсы нашего интуитивного и в психике. И в конечном итоге, в какой-то момент, когда мы расслаблены, например, у меня это очень часто, этот момент — это пробуждение. Когда я утром пробуждаюсь и ещё пока не включилась в какой-то просто даже активный процесс понимания и восприятия мира, мне приходят самые ясные мысли. Я это связываю как раз с работой Нептуна. То есть ещё не выходя из царства Нептуна, из царства сна, у меня появляется вот этот инсайт, вот это прозрение. Возможно, это вам поможет понять, когда его стоит ждать. Но если вы просто в спокойном, расслабленном, почти медитативном состоянии находитесь и вообще занимаетесь медитациями и иногда вводите себя вот в это изменённое состояние, то в нём вы получите ответы на свои вопросы с 20 по 22 июля. Ну а что касается 23 июля, то у нас тут очень... Понимаете, событие на событие, но каждое событие настолько дифференцированное, настолько индивидуальное, что я просто, знаете, с таким залпом рассказываю об этой неделе. Венера у нас переходит в ретроградное движение 23 июля. Об этом я говорила много-много раз. Об этом есть у меня прогнозы видео. Об этом есть у меня большое количество постов в моём телеграм-канале. Астрология с Ермолиной Татьяной. В моём паблике ВКонтакте. И даже уже на Дзене выкладывается эта информация. Пожалуйста, посмотрите её, чтобы я не повторялась много раз. Но главное, с этого момента начинается какая-то переоценка тех событий жизненных, тех ценностных для нас событий, которые были в нашей жизни до этого. Надеюсь, что вам было полезно это видео. Поставьте ему лайк. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.